Севастополь 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 Именно эти суммы предприниматель должен перечислить в пенсионный фонд не позднее 31 декабря. Если эти суммы не будут уплачены в установленный срок, будет начисляться пеня. Предприниматели очень часто спрашивают, а как платить ежемесячно, ежеквартально, один раз. Это решение предпринимателя. Можно платить ежемесячно, можно платить два раза в месяц, как есть возможность. Главное, чтобы эти средства были уплачены до 31 декабря. Еще хочу обратить внимание, что очень многие помнят, что по предыдущему нашему законодательству инвалиды, пенсионеры освобождались от уплаты страховых взносов в пенсионный фонд. Такого освобождения сейчас, начиная с 1 августа 2014 года, нет. Если предприниматель решает становиться предпринимателем, значит он должен уплачивать эти взносы в полном объеме. А если у предпринимателя есть наемные работники? Здесь несколько иная ситуация. В этом случае, если предприниматель заключает с работником договор, он становится автоматически работодателем для этого работника. И в течение 30 дней предприниматель должен обратиться в пенсионный фонд и зарегистрироваться именно в качестве работодателя. И уже в этом случае, поскольку он будет своему работнику выплачивать заработную плату, он должен будет ежемесячно, не позднее 15 числа следующего за отчетным, то есть за январь месяц до 15 февраля, заплатить страховые взносы в пенсионный фонд, начисленные на заработную плату работника или работников. Тариф отчислений 22%. И, кроме того, необходимо предоставлять ежеквартально отчетность. На предоставление отчета дается довольно большое время, 45 дней. Поэтому за первый квартал, например, отчет должен быть сдан не позднее 15 мая. Это касается не только предпринимателей, а всех работодателей. Вот такие вот нормы заложены в законодательстве. Вот основные обязанности работодателя, в чем они заключаются? Основные обязанности как раз и заключаются в том, чтобы своевременно начислять заработную плату, своевременно исчислять страховые взносы, уплачивать их в установленные сроки и, соответственно, предоставлять отчетность. Потому что на основании отчетности, которую предоставит работодатель, уплаченные суммы страховых взносов будут разнесены по лицевым счетам каждого работника предприятия. И в дальнейшем эта информация будет использована для начисления пенсии. Это очень важный такой серьезный момент. А возникали ли проблемы при предоставлении отчетов? К большому сожалению, да. Но к каким-то проблемам мы были готовы, к каким-то нет. Но, во-первых, у нас по предыдущему опять законодательству, те предприятия, у которых не было наемных работников, не осуществляли затраты на оплату труда, ну, говорили, без деятельности предприятия, не было обязанности сдавать отчетность. Вот отличие нынешнего законодательства состоит в том, что отчеты должны предоставляться абсолютно всеми работодателями, страхователями, которые у нас зарегистрированы в пенсионном фонде. Вот, к большому сожалению, мы не всех смогли предприятия найти, и порядка 10% не предоставили нам отчетность. Вторая проблема – это не очень правильно уплачивались платежи. Допустим, путали реквизиты уплаты на пенсионное страхование и на медицинское страхование. Поскольку на медицинское страхование сумма меньше, если эта сумма перечислялась на счет пенсионного страхования, то образовывалась задолженностью предприятия. Это, соответственно, пеня, финансовые санкции и прочее. И третий вопрос, по которому мы работали – это предоставление СНИЛСов. К большому сожалению, к тому моменту, когда предприятия предоставляли нам отчет за 9 месяцев, не у всех работников было страховое свидетельство, страховой номер лицевого счета. А где можно СНИЛС работнику получить? Работнику СНИЛС можно получить на предприятии. Именно на предприятии. То есть обязанность работодателя, если у него есть работники, которым не присвоен страховой номер лицевого счета, то нужно проанкетировать своего работника. То есть на основании паспортных данных очень просто заполняется анкета. Ее можно заполнить в электронном виде. И по электронным каналам связи, если у предприятия заключен договор с удостоверяющей компанией, по защищенным каналам связи с цифровой подписью переслать эти анкеты нам. Если нет такой возможности, то представитель работодателя может обратиться в пенсионный фонд по месту регистрации и предоставить лично эти анкеты. Но подчеркиваю, что это обязанность работодателя проанкетировать своего работника. После того, как мы изготовим страховые свидетельства, мы вернем работодателю, и работодатель выдаст своему работнику это страховое свидетельство. А вот насколько сегодня активно работодатели проходят это самоанкетирование? Ну, поскольку мы эту работу ведем достаточно давно, и упор делали в части работников именно на предприятии, порядка 40%, можно даже сказать, более 40% анкет нам были предоставлены именно работодателями. То есть достаточно плотно, активно мы с ними общаемся в этом вопросе. А остальные 60%? По законодательству все лица, проживающие в Российской Федерации, всем лицам должен быть присвоен этот страховой номер индивидуального лицевого счета СНИЛС. Это касается и пенсионеров, это касается и детей, которые рождаются сейчас, подростков. У нас сейчас налажена очень активная работа с органами ЗАГС. Вот, допустим, те детки, которые родились начиная с 1 августа 2014 года и по 21 января 2015 года, это порядка 2,5 тысяч, мы уже получили от ЗАГС информацию и нет необходимости обращаться в пенсионный фонд с документами на оформление этого страхового свидетельства, а можно просто после 2 февраля уже будет обратиться и получить это страховое свидетельство в пенсионном фонде. Оно уже готово. Ну вот хочу подчеркнуть, что самое интересное, ну может это и традиционное, самое активное у нас это пенсионеры, потому что на сегодняшний день страховое свидетельство получили уже порядка 96% наших пенсионеров. В который раз будем брать с них пример. Совершенно верно. Возвращаясь к вопросу получения СНИЛС-работниками, а вот может ли работодатель отказать в приеме на работу при отсутствии страхового свидетельства? Не имеет права. У нас действительно обращались работники предприятий с такими вопросами, что их не берут на работу. В этом случае работодатель обязан принять человека на работу, оформить, вот как я говорила ранее, анкету, передать эту анкету в пенсионный фонд, и пенсионный фонд уже страховое свидетельство изготовит самостоятельно и выдаст работодатель. А вот если СНИЛС нет у одного работника, сможет ли предприятие предоставить отчетность? Нет, не может. И поясню почему. Потому что предприятие, когда сдает отчет, он формирует страховые взносы по каждому работнику, начисленные в зависимости от его заработной платы. И, кроме того, сдается сводный отчет, то есть сводный отчет по предприятию. Персональные данные без этого страхового номера сформировать невозможно. И невозможно будет в программный комплекс нести эти сведения и разнести по лицевым счетам в целом по предприятию эти суммы страховых взносов. Поэтому возможности предоставить, если хотя бы у одного работника сегодня нет страхового свидетельства, у предприятия не будет. Ну а мы, соответственно, не сможем принять этот отчет. А дальше, соответственно, будут последствия. А вот если отчет не предоставлен по этой причине, в установленный срок, то какие санкции можно применить к работодателю? Ну, даже если по этой причине, по какой-либо другой причине не предоставлен срок отчет, а срок, я говорила, достаточно большой, да, 45 дней для тех предприятий, которые предоставляют отчетность лично и в бумажном варианте, либо на электронном носителе, но не с электронно-цифровой подписью, это 45 дней. Если предприятия предоставляют отчетность с использованием электронно-цифровой подписи, то есть использованием каналов связи защищенных, то в этом случае дается даже 50 дней. То есть предприятия у нас сегодня, ну, таким образом, заинтересованы в том, чтобы заключать договора с удостоверяющими центрами и предоставлять отчетность в электронном виде. Если даже в этот срок отчетность не была предоставлена, в этом случае мы применять будем плательщику штрафные санкции. Штрафные санкции достаточно большие. Это 5% от суммы начисленных страховых взносов в отчете за каждый период задержки, предоставления отчетности, но не более 30%. Ну вот, допустим, если достаточно крупное предприятие, и сумма начисления страховых взносов составит 100 тысяч, и достаточно надолго задержит, тогда штрафная санкция составит 30 тысяч. Если миллион, то это уже 300 тысяч. То есть суммы достаточно огромные, то есть при том, что достаточно большой срок дается на предоставление отчетности, в то же время достаточно большие штрафные санкции. Ну и если сумма не превышает, штрафной санкции рассчитанной не превышает тысячи гривен, то тогда уплачивается тысяча гривен. И даже если нулевой отчет, ну то есть без деятельности предприятия, не было деятельность предоставлен, то в этом случае все равно штрафная санкция будет составлять тысячу гривен. Поэтому мы и пытаемся всеми возможными нам способами разыскать наших плательщиков, потому что, к большому сожалению, не все оставляют действующие телефоны. Какие-то телефоны, мы регистрацию, по сути дела, начинали еще в мае месяце плательщиков, поэтому какие-то телефоны в регистрационных данных еще украинской МТС, и поэтому разыскать практически невозможно многих плательщиков. Поэтому вот такое большое внимание мы уделяем этому вопросу, потому что со штрафными санкциями сталкиваться, ну, я думаю, ни плательщика, ни нам не хочется. Мало того, еще к руководителю в этом случае применяется административный штраф. То есть мы составляем протокол, передаем эти документы в суд, и уже судом принимается решение о том, на какую сумму привлечь к административной ответственности руководителя. Мы, в общем-то, начинаем, можно сказать, что с чистого листа, поэтому, конечно, бы не хотелось нам свою работу начинать вот с таких не очень приятных вещей. Марина Геннадьевна, у нас очень мало времени, практически мы уже должны заканчивать. Где получить всю необходимую информацию? Вы предоставили нам компетентный комментарий, а вот людям где можно найти эту информацию? Я могу сказать телефоны. У нас сегодня работают четыре, в каждом из районов, клиентские службы, и в эту клиентскую службу необходимо предоставлять отчетность и обращаться плательщикам. Я назову телефоны. Балаклавский район 63-22-21, Гагаринский район 40-37-90, Ленинский район 55-07-10, и Нахимовский район 48-72-24. Кроме того, в отделении на период отчетной кампании до 20 февраля каждый день в рабочей действует горячая телефонная линия с 10 до 12 часов по телефону 44-27-04. Плательщики могут обратиться по вопросам, которые их интересуют по отчетности. Благодарю вас за участие в программе. Продолжайте следить за развитием событий вместе с информационным каналом Севастополя. Продолжение следует...